коллеги добрый день прошу прощения за небольшое опоздание подскажите пожалуйста видно слышно поставьте плюсики в чат рада вас видеть вижу что достаточно много человек супер вижу как минимум один плюсик поэтому предлагаю не затягивать и начинать нашу презентацию добрый всем день еще раз меня зовут евгения шмелева я являюсь представителем amar hospitality group на рынках россии и снг буду сегодня как минимум четыре раза если не больше просить вас поставить плюсики или какие-то более развернутые сообщения поэтому пожалуйста буду очень рада если вы будете реагировать на эту просьбу начнем сразу с первого вопроса знакомы ли вы с компанией марк hospitality group что-то слышали может быть если были в дубае видели логотипы мар примерно на каждом втором здании потому что компания мар это достаточно известная компания на рынке это один из крупнейших застройщиков ближнего востока и дубая в частности и поэтому принципе можно сказать что как минимум половину дубая построила компании марк для наверное такой самой самой заметной характеристики что же такой компании марк именно как застройщик это та самая компания которая построила самое высокое здание в мире бурж халифу самый большой торговый центр в мире дубай мол самые большие фонтаны в мире фонтаны перед бурж халифы ну то есть масштаб сразу понятен но в 2007 году и марк properties это именно компания застройщик решили уйти в область гостеприимства и начали свою историю как марк hospitality group дочерняя компания марк properties и начали строить отели началась вся история с адрес hotels and resorts это премиальные пятизвездочные отели дальше уже стал развиваться бренд попроще это четырехзвездочные городские отели вида или если пляжные то это уже пятизвездочные и также к нашей компании относятся бренд armani дубай это тот самый отель который находится внутри здания бурж халифы сегодня я конечно буду рассказывать не про все наши отели но краткий экскурс как минимум в адресы виду я бы хотела произвести да правильно просто для вашего понимания и для такой более полной и общей картинки адрес hotels and resorts это бренд который уже на данный момент не только находится в эмиратах не только в дубае но и в эмирате фуджейра как раз сегодня про эти отели я буду больше рассказывать но также мы вышли за пределы объединенных арабских эмиратов и наши отели находятся в стамбуле это азиатская сторона и кажется что наши туристы не очень заинтересованы в азиатской стороне и большинство все-таки предпочитают располагаться в европейской части среди достопримечательностей которые мы все так любим но у нас есть одно большое преимущество сначала компания эмар построила огромную торговую площадь эмар square где находится самый большой торговый центр в турции эмар shopping mall а потом уже открыла здесь отель поэтому если у вас есть туристы которые заинтересованы в шоппинге в стамбуле обращайте пожалуйста внимание на наш отель это фирменный стиль адрес это известный популярный бренд и торговая площадь самым большим торговым центром в турции у нас прямо можно сказать у подножия отеля а также у нас есть два замечательных отеля в египте но тоже обратите внимание это средиземноморское побережье то есть это примерно три часа от каира или полтора часа от александрии но зато можно с уверенностью сказать что это скажем так это тяжелый люкс это отели абсолютно невероятной красоты вот здесь на картинке вид из отеля который называется алила мейн обратите внимание на цвет воды мышку сейчас включу я очень люблю цвет воды такой лазурно-бирюзовый никто не ожидает из туристов такого цвета воды в египте согласитесь и в принципе никто не знает что в египте есть шикарный курорт на средиземноморском побережье это абсолютно такая уникальная история жемчужины египта и даже этот регион периодически в медиа можно найти что называют египетскими мальдивами потому что здесь вода просто невероятного вида мы первое время думали что наши коллеги немножко подшаманили или под фотошопили картинку чтобы цвет воды выглядело более привлекательный таким более бирюзово-лазурным но на самом деле когда туда пошли первые фамтрипы и люди тоже в инстаграм стали выкладывать такие же фотографии мы конечно были приятно впечатлены что это действительно так как выглядит у нас на картинках поэтому тоже пожалуйста имейте ввиду также у нас есть на данный момент один отель бренда адрес в бахрейне это лучший пляж бахрейна мараси пятизвездочный шикарный отель и рядышком у нас вот получается если на картинке сильно приглядеться то в углу у нас будет бренд адрес отель бренда адрес а рядышком с ним отель бренда вида тоже пятизвездочный поэтому у нас два отеля на первой пляжной линии пляжа мараси соответственно может быть если вы отправляли уже туристов бахрейн знаете пляж мараси потому что многие городские отели также отправляли к на наш пляж своих туристов но когда мы открыли в прошлом году два своих отеля мы себе примерно две трети пляжа забрали потому что это наш пляж и теперь многие туристы которые вот ездят в городские отели у них остался маленький такой кусочек пляжа которыми он они могут пользоваться и также ближайшее время мы откроем отель в саудской аравии в меке непосредственно буквально в семи минутах ходьбы от кабы это произойдет там ближайшие пару месяцев поэтому если у вас есть туристы паломники то также имейте пожалуйста виду что в саудской аравии тоже открылся отель под брендом адрес по наверное по картинкам и наших вообще по нашим общим такому общему представлению по отелям в верхнем ряду находятся отели которые в дубае это городские отели они окружают бурж халифу поэтому опять же если у вас есть у туристов запросы на отели с видом на бурж халифу можно смело брать бренд адрес потому что бурж халифу как я уже сказала построил эмар адрес построил тоже эмар и соответственно расположил все отели с лучшими видами на бурж халифу чтобы выбрать номер с видом на бурж халифу обратите внимание на название номера у нас все названия как отелей так и номеров максимально удобные и понятные именно для того чтобы агенты и туристы всегда знали чего ожидать получается от номера и в целом сам бренд адрес он был создан как ваш адрес вдали от дома чтобы тоже не запутаться поэтому если вы хотите номера с видом на бурж халифу выбирайте номера где-то название числится бурж халифа view все максимально просто если мы смотрим на второй ряд адрес дубая марина тоже вспоминаем простые удобные названия находятся в районе дубая марина шикарный отель в очень хорошем расположении адрес гранд крик харбор это наш новый отель который мы открыли в конце прошлого года прям буквально в 20 числах декабря это новый развивающийся район крик харбор очень удобное расположение относительно аэропорта 15 минут до международного аэропорта дубая и 15 минут до дубая даунтаун поэтому для стоповеров это очень хороший вариант про адрес стамбул собственно говоря уже рассказала на предыдущем слайде и про адрес джабалемор мекка буду рассказывать уже позже когда он откроется что касается наших пляжных отелей сегодня буду подробно рассказывать про адресы пэлос фуджейра про адрес бич резорт скажу буквально пару слов потому что есть нюансы про которые многие часто забывают поэтому чуть-чуть хотелось бы тоже про них упомянуть адрес бахрейн и аля ламей на адрес мараси гольф резорт это как раз те отели про которые я тоже в слайде выше рассказывала адрес бич резорт бахрейн опять же удобное название это адрес пляжные в бахрейне и аля ламей на адрес мараси это наши египетские пляжные отели вот все таки пару слов я хотела бы сказать про наш новый отель это адрес гранд крик харбор в гавани крик харбор что из удобного я уже сказала про расположение также если вот посмотрим на слайд вот это вот не знаю наверное овальная конусовидная такая штука это новая смотровая площадка которая открылась тоже в конце прошлого года сейчас департамент туризма дубая тоже про нее активно рассказывает отсюда открываются совершенно потрясающие виды на панораму дубая на особенно когда закат солнышко садится за порш халифа вот этот вот скайлайн дубая очень красиво здесь также примерно в 15 минутах находится заповедник росальхор где фламинго живут своей естественной среде обитания и также здесь очень близко находится дубай дезерт сафари парк где можно погулять посмотреть на животных что интересного еще в адрес гранд крик харбор это наш первый отель который предлагает для гостей не только детский клуб до 12 лет но и клуб для подростков для до 15 если не ошибаюсь лет то есть можно смело сдавать детей в этом детский или подростковый клуб и ехать в дубай на шоппинг например как вариант так что обратите внимание тоже на новый район крик харбор и кстати на этом слайде расскажу тоже про расположение второго нашего отеля если не ошибаюсь я вставила про него слайд в блоке про бренд вида и вам же видно курсор правильно по идее должно быть видно вот это вот круглая гавань и вот по центру здесь у нас располагается отель вида крик харбор про него буквально пару слов тоже скорее всего скажу дальше ну или просто тоже имейте ввиду это прекрасный четырехзвездочный отель также с видом на панораму дубая и с очень очень красивыми номерами и очень вкусным рестораном прямо нас часто за это хвалят то что очень вкусная еда по адрес beach resort как я хотелось хотела бы как я сказала хотела бы отметить пару моментов во первых все отеля бренда адрес обычно располагаются в высоких зданиях небоскребов но сам отель занимает обычно до 15 16 17 этажа в зависимости от конкретного отеля то есть если ваши туристы запрашивают номер на самом высоком этаже скорее всего это будет там 15 16 плюс минус и вот отель адрес beach resort в этом замечательном здании находится с 3 по 16 допустим это здесь по 16 этаж правой башни на этой картиночке само здание оно действительно выглядит как такое монструозное сооружение в самом конце джи биар это самое высокое здание на пляже джи биар в этом отель находится самый высокий инфинити бассейн в мире у нас официальный рекорд гиннеса и вот этот вот допустим мостик он тоже самый высокий в мире у нас тоже есть рекорд гиннеса но честно говоря как правильно перевести вот этот рекорд мы так и не придумали поэтому просто рассказываем что вот эта штука тоже самая высокая в мире по номерам хотелось бы отметить два таких полезных лайфхака нюанса здесь вообще супер удобное название номеров начальной категории начинается с делюкса вид на марину без балкона это самый такой бюджетный номер в рамках нашего отеля подойдет для тех туристов которые хотят попасть в отель в инфинити бассейн вообще понять что такое бренд адрес но например они не очень зациклены на том что они видят из номера потому что в первую очередь несмотря на название красивое название марина вью там действительно внизу проходит канал и это действительно достаточно красиво выглядит но мы бы все таки сказали что в первую очередь это все таки вид на город то есть небоскребы достаточно близко и не все туристы например любят смотреть на стекляшки небоскребы напротив поэтому нужно это иметь ввиду если есть туристы такие взыскательные которые обращают внимание на всякие нюансы в рамках номеров я бы рекомендовала рассматривать этот отель начиная с категории делюкс севью то есть это уже вид на море это то что то почему соскучились наши туристы и также обратите пожалуйста внимание на наличие балкона так как мы понимаем что это дубай здесь всегда стройка это пустыня это здание стекляшка все-таки окна бывают что могут попасться грязные потому что конечно постоянно вызывать строительных альпинистов ну не у каждого отеля не будет такой возможности поэтому лучше рассматривать номера с балконами потому что у туристов есть возможность выйти на балкон и ничего не будет огораживать и загораживать их взор на прекрасный остров blue water с остров пальма у нас хорошо видно колесо обозрения чудесный персидский залив ну и в во вторых конечно у нашего персонала есть возможность выйти на балкон и помыть окошко поэтому все-таки это такая более комфортная категория для тех кто любит наслаждаться видом из окна начиная с категории сьютов в каждом номере уже есть балкон и все номера у нас идут с видом на море поэтому здесь уже никаких сложностей здесь можно выбирать уже в зависимости от того какой размер номера и какая комплектация скажем так будет нужна вашим туристам здесь вот пара как раз фотографии стилистики нашего отеля address beach resort замечательный вид на море на пляж как раз впереди видно заход скажем так начало основания пальмы на другой фотографии видно колесо обозрения и остров blue waters и вот как раз на верхней картиночке посередине видно частично вид на город но это получается угловой номер то есть если мы вспомним первую картинку это узкая часть башни с боковым видом на город то есть там уже практически ничего нет там вот пара зданий и пустыня а если обратная сторона то там уже достаточно близко видны небоскребы и самая важная информация про которую все часто забывают это про наши бассейны на данный момент у нас в отеле открыто три бассейна два из которых только для взрослых и один семейный тот самый самый высокий инфинити бассейн в мире который расположен у нас на 77 этаже на высоте 310 метров для сравнения вы наверняка знаете отель marina by sans в сингапуре его знаменитый бассейн мы на 100 метров выше то есть это действительно потрясающее зрелище абсолютно просто захватывающий невероятный вид и вот этот бассейн на 77 этаже доступен только для гостей отеля и только достигших 21 года это прям супер важная информация которая очень важно помнить и держать всегда в уме бассейн на первом этаже у нас также есть 21 плюс и семейный но главное просить помнить про 77 этаж вот так вот как раз виде выглядят наши бассейны внизу так как у меня есть курсор сразу вам расскажу тот бассейн который такой сложной геометрической формы это семейный и тот который находится ближе к пляжу это только для взрослых у нас есть собственная территория на пляже это фотография двадцатого года поэтому здесь пока не стоят шезлонги но на данный момент у нас шезлонги стоят как до дорожки которая ведет на облевоторс так и после поэтому с гордостью могу сказать что наши шезлонги стоят ближе всех к воде на всем джибиар также вот на этой вот зеленой лужайке у нас сейчас идет строительство четвертого бассейна мы пока не знаем к сожалению будет он относиться к отелю или к резиденциям но пока просто имейте пожалуйста ввиду что у нас здесь идут строительные работы и чтобы как-то компенсировать шум и грязи там конечно пока нету а вот шум немножечко все-таки есть у нас для туристов предусмотрены депозиты компенсационные которые можно потратить в ресторане или в спа это сразу идет как таким допом к туру это собственно говоря все что я хотела рассказать про адрес бич-резорт и мы передвигаемся к эмирату фуджейра и нашему первому отеля это адрес бич-резорт фуджейра замечательный пятизвездочный курортный комплекс по-настоящему такой вот если первый пляжный отель который открылся под брендом адрес был адрес бич-резорт дубая мы посмотрели на пляж и все-таки больше позиционируем его как городской отель со своим собственным пляжем и когда открылся адрес бич-резорт фуджейра вот тут захотелось прям вот тут гордость дела за действительно шикарный пляжный комплекс бескрайний пляж мелкий песок пологий вход в воду и этим пляжным отелем мы действительно по праву гордимся и называем его настоящим курортным комплексом он открылся в середине лета 21 года то есть уже полностью скажем так вступил в свои права и все полноценно работает находится примерно в полуторах часах езды от международного аэропорта дубая здесь вот видно голубой такой кружочек то есть мы находимся немного за корфаканом и сразу на этом слайде покажу расположение второго нашего отеля фуджейра потому что на другой карте он немножко не влез в кадр в городе фуджейра именно в городе у нас находится второй пляжный отель фуджейра это palace beach resort фуджейра про него буду дальше рассказывать что касается инфраструктуры адреса во первых хотелось бы сказать что это такой отель скажем так в окружении природы то есть с одной стороны у нас океан другой с другой стороны у нас горы по бокам других отелей вблизи у нас нет то есть это такой курортный комплекс для тех туристов которые не любят куда-то выходить пешком из отеля то есть куда-то выехать на машине на такси там на трансфере можно а именно пешком просто некуда откровенно говоря есть где прогуляться по территории можно прогуляться вдоль пляжа но вот именно какой-то инфраструктуры вокруг отеля ее нет поэтому имейте это пожалуйста в виду по номерам по стилистике по концепции по наполнению номера все совпадает с в целом с брендом адрес тем же так же как у нас все идет в адрес beach дубая с городскими нашими отелями поэтому в принципе я на этом особо не останавливаюсь и действительно такая замечательная комплект акции номеров все есть включая принадлежности для приготовления чая кофе машины неспрессо для меня самая важная информация что в каждом из наших номеров есть гладильная доска и утюг это мой такой личный скажем так тест на качество отеля если в номере сразу есть гладильная доска и утюг все отель прекрасный и такой приятный бонус для наших туристок наверное во всех номерах начиная с категории сьют в комплектацию входит тот самый фен дайсон который розовенький на всех картинках обычно изображается у нас есть такой фен и он находится в номерах категории сьют из важного что хотелось бы отметить про наши номера у нас есть вид на горы вид на море есть еще вид на бассейне но он очень совпадает в принципе с видом на море и 10 никаких особенных нюансов нету но если у нас номера с видом на горы то тут уже идет французский балкон то есть вышел подышал воздухом насладился природой посмотрел на окружающую хожарские горы которые окружают наш отель и зашел обратно если это номер с видом на бассейн или с видом на океан здесь уже большой полноценный балкон с креслами со столиком то есть можно сидеть наслаждаться видом то есть это такой важный нюанс опять же для тех туристов которые любят проводить время на балконе по категориям номеров здесь в принципе тоже очень похоже на дресс-бич дубая начинается все с делюкс это однокомнатный однокомнатный номер экзекьютив сьют соответственно у нас есть также либо с видом на горы либо с видом на море и это уже номер с отдельной спальни отдельной зоны гостиной и также у нас есть двух и четырех двух и трех комнатные номера для больших семей или для компаний такими с отдельными большими комнатами гостинами с ваннами с чудесным видом на океан или на бассейны и вот как раз адрес фуджера сьют номер площади 441 квадратный метр с тремя комнатами которые выходят на каждый наш имеющийся вид и действительно такое замечательное место для проведения своего отпуска большой семьей или компании друзей из таких приятных моментов тоже адрес beach resort фуджера это наш первый отель который первый отель бренда адрес который стал предлагать концепцию все включено в своем отеле по ресторанам у нас сейчас есть основной ресторан the restaurant опять же максимально простые и удобные названия где подается международная и кухня с такими сарабскими элементами и также у нас открыт ресторан сали это ресторан на пляже он идет скажем так он а-ля карт но для гостей которые проживают не на базе завтраках а на других концепциях питания предоставляется небольшой депозит он откровенно говоря совсем небольшой поэтому про него можно его можно иметь ввиду но это скорее такая типа небольшая скидка к основной стоимости ужина также у нас есть естественно лобби лаунж и бару бассейна где также можно пообедать и поужинать по концепциям питания у нас завтраки полу пансион полный пансион и all inclusive при этом полу пансион и полный пансион расширенные то есть входит не только вода но и безалкогольные напитки all inclusive входят уже алкогольные напитки обратите пожалуйста внимание еще на такой момент что в полу пансионе полном пансионе напитки предоставляются только в рамках приемов пищи то есть если гости хотят какие-то напитки коктейли вне времени там обедов ужинов и так далее то это уже идет на полу пансионе полном пансионе за дополнительную стоимость если гости отдыхают на all inclusive то соответственно напитки доступны в течение всего дня и также моя любимая опция у нас есть возможность повысить премиальность алкоголя эта история у нас действует посуточно то есть например если турист отдыхают у них на период пребывания выпадает какой-нибудь празднования день рождения еще что-нибудь и они хотят шикануть в плане алкогольных напитков то можно докупить на сутки еще такой более премиальный пакет у нас на территории отеля располагается три каскадных бассейна семейный детский и взрослый и помимо бассейнов у нас действительно шикарный такой большой просторный пляж поэтому здесь в этом отеле не бывает такой истории что нужно обязательно с утра идти занимать полотенчиком сначала у бассейна потом у моря потому что потом места не будет здесь действительно очень просторный мест хватает всем поэтому каждый может себе найти то где комфортнее проводить время на пляже или у бассейна фирменный спа в адресе он у нас в принципе такой же как и во всех отелях адрес это фирменные косметические и уходовые процедуры массажи сауны хамам парные то есть такая скажем так стандартная комплектация очень хорошего классного спа-центра и также для любителей спорта у нас есть круглосуточный фитнес-центр детский клуб на территории есть такой большой хороший у нас есть такая отдельная программа детских развлечений здесь нету активной программы детские взрослые анимации как например в курортных турецких отелях но здесь интересная программа творческих таких активных занятий игр для детей и достаточно обширная программа спортивных каких-то мероприятий для взрослых поэтому не дети не взрослые особенно если любят как-то активно проводить время скучать точно не будут и также у нас есть дополнительные развлечения экскурсии которые идут за дополнительную стоимость организованы скажем так силой команды отеля без связки с туроператором поэтому если туристы захотят как-то разнообразить свое пребывание в отеле то можно отправиться например на экскурсию на устричную ферму куда входит не только сама экскурсия с дегустацией но и даже снорклинг у скалы диборок часто особенно туристы рассказывают что туда приплывают черепашки можно как раз посмотреть как практически как на мальдивах как вот под водой плавают черепахи вообще в целом эмират фуджера это наверное единственное место в объединенных арабских эмиратов где снорклинг и дайвинг вообще имеет какой-то смысл потому что здесь есть подводная жизнь здесь есть кораллы и так далее то есть можно поплавать посмотреть с маской трубка или там кто-то хочет с аквалангом и это действительно будет интересно и красиво также можно отправиться в хайкинг в хаджарских горах здесь есть различные маршруты под разные уровни сложности для там разного уровня подготовки сейчас естественно потому что достаточно жарко эти маршруты и экскурсии не проводятся но вот с октября по мая действительно можно так вот классно замечательно погулять также можно отправиться на рыбалку на рассвете кто любит рыбачить более того если у туристов получится поймать какой-то улов в рамках этой рыбалки то наш повар главного ресторана the restaurant сможет приготовить тулов туристам на ужин для семей с детьми будет очень актуально поездка экскурсия на молочную ферму коровки вот получается какой второй год я рассказываю эту презентацию никак не могу приварить не мог никак не могу остановиться и не рассказывать эту информацию коровки джерсийской породы прибыли в на ферму из великобритании на private jet ах это достаточно редкая порода и с этой фермы у нас есть отдельный контракт поэтому вся молочная продукция которая в принципе предоставляется в нашем отеле от resfujero поставляется напрямую с этой фермы и для детей будет возможность посмотреть как выращиваются коровки как добывается молоко как готовятся различные молочные продукты и продегустировать десерты и мороженое в очень известной местной кофейне также на территории отеля у нас есть клуб водных видов спорта соответственно со всеми такими популярными водными видами спорта дайвинг и серфинг кайт серфинг и так далее и можно вот буквально не не выходя из отеля приятно провести время моя любимая активность это экогольф на пляже то есть гольф на пляже это уже такая достаточно уникальная история необычная но если вдруг не очень профессиональный игрок например решился играть в гольф на пляже и мячик нечаянно пал в воду то ничего страшного мячик в воде разлагается внутри содержится корм для рыбок поэтому это еще и ну не полезно конечно но по крайней мере относительно безопасно здесь на этом слайде у нас краткая скажем так выжимка из тех активности которые у нас проводятся для взрослых для детей у нас прямо отдельно есть программы если у вас есть туристы которые запрашивают скажем так чем будет заниматься их ребенок в течение недели у нас есть возможность предоставить такую программу она регулярно меняется и поэтому на слайд мы решили не выносить эту информацию но и для взрослых есть тоже ряд замечательных активностей чтобы не скучать просто тюленчиком на пляже такой по полезной информации в наших пляжных отелях и адрес фуджейра и пелос фуджейра и вида бидж резорту мальку вайн тоже про которые я сегодня буду рассказывать депозит непринудительно это мой любимый вопрос в во всех там чатах письмах переписках в цапе часто очень пишет про депозит в этих отелях пляжных он непринудительный и также для наших гостей предоставляется бесплатный шаттл до фуджейра city center здесь находится торговый центр и в целом можно это конечно не дубай мол сразу говорю но опять же как такой небольшой шоппинг весь там масс-маркет там есть и тоже разнообразит свое пребывание можно каждый каждый день есть возможность съездить до города фуджейра и погулять там пошопиться сходить в кафешку просто погулять по променаду вот это то что касается у нас отеля адрес beach resort фуджейра и мы перемещаемся с вами в сам город фуджейра к отелю palace beach resort фуджейра который открыл открылся практически ровно на год позже адреса отель находится уже в городе фуджейра как я вот рассказывала на на слайде с картой про адрес то есть адрес у нас сейчас находится немного не в кадре выше а palace именно находится в окружении городской инфраструктуры это небольшой по своей площади отель такой более камерный более уютный и между прочим значительно более бюджетный что каждый раз вызывает просто эффект вау и у туристов и у агентов потому что palace относится к бренду адрес но называется по-другому потому что у бренда palace есть больше таких арабских элементов декоре он вот если взять как пример например адрес downtown и palace downtown в дубае как раз перед пурш халифы там прям сильно заметно потому что адрес находится в адрес это современный такой современности такие просторные светлые номера это здание высотная palace это такой камерный арабский дворец до шести этажей его этажность и там прям действительно такие более приглушенные темные теплые тона много таких арабских витиеватых элементов декора то есть он такой действительно ты ощущаешь себя в арабской стране в арабском отеле то вот palace beach resort fujero он все-таки больше скажем так осовремененный то есть я покажу на слайде следующем насколько аккуратно интегрированы арабский элемент декора в интерьер но просто скажем так тоже для вашего понимания чем palace отличается от адреса и в данном случае еще palace решили сделать таким более более минималистичным аскетичным скажем так по номерам они немножечко у нас по камернее чем в отеле адреса fujero вот кстати на этой картинке вот те самые арабские элементы декора и вот на сбоку от панно над кроватью и вот в рамках кварти картины заметны как раз вот так вот интерпретированы арабские элементы декора по площади номеров они чуть-чуть поменьше чем адрес почему с этим переключается то есть если адрес был больше в был в районе 40 квадратных метров то здесь все-таки уже 32 собственно говоря поэтому и отель сам по себе дешевле да на самом деле именно palace fujero он абсолютно не темнее чем адрес вот скажем так темный арабский дворец такой темный теплый обволакивающий арабский дворец это именно palace downtown а palace fujero все-таки он очень приближенный к адресу fujero он просто скажем так покомпактнее немножко здесь меньше вариативности по категориям номерам то есть есть делюкс с видом на город на бассейн и на океан однокомнатный из точнее как сьют с одной спальни с двумя спальнями есть номера с балконами и без и они не выносятся в отдельную категорию поэтому если у вас есть туристы которые обязательно хотят иметь балкон в номере пожалуйста оставляйте такой комментарий чтобы наши коллеги это видели и если у нас есть в наличии номера с балконом сразу размещали в номер с балконом если я правильно помню по если я правильно помню по скажем так соотношение номеров с балконами и без то без балконов у нас что-то около шести номеров поэтому в принципе вероятность того что ваших туристов размещать разместят в номер с балконом достаточно высока по погоде на fujero летом до скажу пару слов это действительно буквально пару слов фуджере летом на пару градусов прохладнее чем в дубае а зимой на пару градусов теплее чем в дубае за счет того что эмират фуджера окружен хаджарскими горами и вот у нас есть такая опция скажем так с ветрами и погодой поэтому у нас летом комфортнее летом комфортнее то есть более такой свежий воздух за горных ветров зимой теплее на пару градусов дождей нет ветра нет тут тут все хорошо исключительная история с град градусами на термометре что касается питания очень похожая история как и в адрес фуджера здесь также у нас действует концепция all inclusive также полупансионный полный пансион расширенные в инклюзив соответственно входит алкоголь в другие концепции питания не входят есть основной ресторан evan бар бассейна lobby lounge и небольшой такой фруктовый бар с соками в зоне фитнеса и спа но здесь честно говоря если в адресе у нас больше распространены концепции питания full board и all inclusive то в палос фуджера у нас часто на самом деле берут полупансион потому что есть возможность куда-то выйти прогуляться по променаду сходить в близлежащие кафе ресторана съездить торговый центр потому что это совсем близко а вот в адресе в адрес фуджера все таки удобнее отдыхать на концепции full board или all inclusive по инфраструктуре у нас очень близко как можно было заметить на первой фотографии располагается пляж то есть буквально несколько минут до ходьбы до пляжа бассейны честно скажу достаточно небольшие то есть все таки палос фуджера он больше для пляжного отдыха чем для отдыха у бассейна но естественно бассейны у нас есть причем есть разделение на детские взрослые вот на через два слайда у меня будет такая общая фотография вида со стороны пляжа на отель и на бассейны это как если мы берем прямоугольник и уголочек отрезаем вот прямоугольник без уголочка это взрослый бассейн а уголочек это детский бассейн то есть достаточно небольшой но опять же там для малышей это прям прекрасная отличная зона есть несколько помещений для встреч деловых мероприятий если у вас есть туристы с такими запросами есть по аналогии с адрес фуджера тоже такие похожие экскурсии которые можно использовать за дополнительную стоимость и разнообразить скажем так свое пребывание в отеле palace по депозиту как я уже сказала он непринудительный и по шаттлу и трансферу как раз увидела вопрос поэтому не сразу не сразу стала отвечать потому что есть про это слайд ежедневно у нас предоставляется трансфер до фуджера city center также как и у отеля адрес и также каждый вторник у нас есть бесплатный трансфер до дубай-мола в девять утра трансфер отходит от отеля palace и в шесть вечера он отходит от дубай-мола обратно в отель поэтому есть такая возможность главное заранее предупредить наших коллег на ресепшн что гости хотят воспользоваться трансфером чтобы чтобы всем хватило места собственно говоря так это у нас был краткий обзор отеля palace и я перехожу к нашим отелям бренда вида здесь по аналогии с адрес также хотела бы сказать несколько вводных слов про бренд и про те отели которые у нас есть и уже перейти к пляжному отелю вида beach resort мальку вейн вида это бренд четырехзвездочных отелей как я уже говорила в городе это четырехзвездочные на пляже это пятизвездочные отели и дубай на данный момент у нас уже открыто пять городских отелей на следующем слайде расскажу где они находятся пляжный отель в 45 минутах езды от дубая вымирать и у мальку вейн и также как я тоже уже рассказывала в бахрейне рядышком с адресом у нас есть замечательная вида beach resort мараси аль бахрейн по дубайским отелям весь первый ряд вида даунтаун и мензил даунтаун отели которые располагаются собственно говоря тоже в районе дубай даунтаун напротив бурж халифы если вида даунтаун это просто классные отели буквально в 10 минутах ходьбы от бурж халифы то есть плюс-минус это через дорогу от нашего отеля бренда palace то у мензил даунтаун примерно такая же история как и у адресы palace то есть вида современный стиль мензил больше арабских элементов декора в интерьере но у мензил есть еще одна интересная особенность у мензил есть номера с прямым видом на бурж халифы то есть панорамное окно и вот бурж халифа очень-очень близко расположена поэтому если у вас есть туристы которые хотят вид на бурж халифу но по бюджету не проходит в пятизвездочные отели можно смело рассматривать отель мензил потому что ближе чем мензил к бурж халифе четырехзвездочных отелей просто нет поэтому мы честно говоря гордо говорим что мензил даунтаун это единственный четырехзвездочный отель который располагает видами на Бурж-Халифу в такой близи от башни Бурж-Халифа. Поэтому тоже имейте в виду, про него почему-то не все знают и слышали. Видо Крик-Харбор — это тот самый отель, про который я сегодня все-таки не буду рассказывать, как я вижу по своим следующим слайдам. Но я про него успела чуть-чуть рассказать, когда говорила про адрес Гранд Крик-Харбор. То есть это также новый наш отель. Он открылся у нас в начале 2020 года или в конце 2019-го. В районе Крик-Харбор также 15 минут до Дубай-Даунтаун, 15 минут до международного аэропорта Дубая. И вот, наверное, знаете, что еще забыла сказать? Разница, скажем так, между брендами адрес и брендом вида. Если бренд адрес — это премиальные пятизвездочные отели, такие стильные, элегантные, светлые, такие вот прям очень-очень красивые, когда ходишь по отелям адрес, хочется сразу надеть платье, шпильки. Конечно, там это ассоциация, которую поймут девушки, но тем не менее. То есть здесь хочется прям вот выпрямить спину и гордо себя нести по этому отелю. Бренд вида, он более такой живой, атмосферный, динамичный. Он, конечно, позиционируется как для... и для активных туристов, для молодежи, и для бизнес-путешественников, потому что у нас есть и всякие разные помещения для встреч, бизнес-залы и так далее. И в целом за счет удобного расположения в каждом районе его часто используют для деловых туристов, особенно учитывая, что это четырехзвездочные отели, и они проходят по бюджету в разных корпоративных сегментах. Но для меня все-таки бренд вида — это такое про атмосферу, про жизнь, про движуху какой-то. Там очень классный вайп уж. Простите за эту терминологию, но другого в голову просто не приходит. То есть здесь прям хочется сразу надеть там, не знаю, шорты, кеды и начать бегать. Кстати, во всех отелях бренда вида у нас бесплатно предоставляются на прокат велосипеды, поэтому можно тоже взять велосипед и отправиться изучать Дубай в рамках велопрогулки. И также, кстати, все отеля бренда вида, исключая Мензил, но у него название другое, поэтому, в принципе, достаточно легко запомнить. Все отеля бренда вида pets-friendly, то есть если есть туристы с небольшими домашними животными, хотя, если не ошибаюсь, у нас лимит по весу домашнего животного 10 килограмм, поэтому это, в принципе, достаточно приличная такая упитанная кошка или средних размеров собака, поэтому, в принципе, тоже можно иметь в виду под размещение с домашними животными. И два слова еще скажу про тоже наш новый отель, который вместе с адрес Grand Creek Harbor открылся в 20-х числах декабря прошлого года. Это наш новый вид Дубай-Марина яхт-клуб. Находится буквально в пяти минутах ходьбы от отеля адрес Дубай-Марина, соответственно, тоже максимально простые названия отеля располагаются в давне Дубай-Марина. Это наше первое видо, расположенное в высотном здании, но так же, как и все отели адрес, номера находятся в нижней части здания, выше находятся апартаменты и квартиры под продажу. Из интересного в этом отеле, наверное, сразу покажу вот эту фотографию. Во-первых, стилистика виды здесь больше приближена к бренду адрес. То есть, если бы я не знала, что это виды и мне показали бы две фотографии номеров, я бы еще засомневалась, точно ли это виды, а не адрес, потому что здесь все-таки больше простора и более, наверное, если можно так сказать, дорогих элементов декора. Но при этом она сохраняет свою вот эту вот, скажем так, живость и такие маленькие приколы для наших туристов. Например, в бренде вида очень любят писать разные пожелания или приятные записки цветными маркерами на зеркалах в номере или на окнах в номере, просто чтобы там турист пришел в номер, увидел классное пожелание там хорошего дня, хорошего настроения и улыбнулся. Также это единственный, единственный отель бренда вида, который сделали свой детский клуб. Поэтому, если, опять же, есть туристы, которые не отдыхают у вас в пляжных отелях в Дубае, а выбирают такие более городские форматы, то можно рассмотреть виду, потому что у нас есть собственный детский клуб. Здесь нет шаттлов до пляжа, но пешком до The Beach можно дойти примерно за 10-15 минут. В свою очередь до трамвайной остановки, которая ведет в сторону Дубай-даунтаун, тоже можно дойти минут за 7-10, наверное. И за 15 минут уже можно доехать до центра Дубай-даунтаун. Поэтому очень удобное расположение, шикарные просто виды из вида Дубая-Марина, похожее на тавтологию было, ну ладно, очень-очень красивые именно на гавань Дубая-Марина. И даже в некоторых номерах вот сквозь небоскребы видно немножко колесо обозрения Айн-Дубай. То есть, наверное, так можно даже сориентироваться немножко по расположению. И мы переходим к последнему на сегодня отелю. Это Вида-Бич-резорту Мальку Вейн. Это наш первый пятизвездочный отель бренда Вида, который открылся в начале 21-го года. Это Эмирату Мальку Вейн. Не знаю, слышали вы про него или нет. Я часто сталкиваюсь с историей, что либо про него никто ничего не слышал и прям учат название, скажем так. Либо есть определенные туристы, которые из года в год ездят в Эмират у Мальку Вейн в один и тот же отель. И почему-то про наш отель очень грустно, что не слышали. Поэтому рассказываю на всякий случай. У Мальку Вейн на карте ниже это красный такой вот красного цвета Эмират находится между Аджманом и Рассельхаймой. И это примерно 45-50 минут езды от Дубая. Наш отель вот если очень сильно приклядеться к этому слайду, то можно увидеть, что в рамках вот этого красного цвета есть небольшой такой полуостров. И вот отель Вида находится на полуострове с внутренней части этого полуострова. То есть сам открытая вода Персидского залива у нас находится левее, выше и левее получается на этой картинке, а Вида находится в такой небольшой лагуне. Но сразу говорю, что в этой лагуне абсолютно не стоячая вода. Здесь нет никаких нюансов, которые могли бы там, не знаю, тина, водоросли, еще что-нибудь. Здесь абсолютно идеальная, прекрасная вода. Просто это не открытый вид воды Персидского залива. У нас напротив нас есть небольшой необитаемый остров с мангровыми зарослями, куда туристы любят на лодочках ездить, кататься, смотреть, как растут деревья. И немножко у нас в взор, скажем так, если смотреть из отеля в сторону воды, попадает вот этот кусочек полуострова, где находится сам город Умалькувейн. Что касается самого Умалькувейна, это как Дубай 20-30, наверное, лет назад. То есть здесь нет той инфраструктуры, которую мы хотели бы видеть в рамках Объединенных Арабских Эмиратов, то есть это более такая аутентичная обстановка, атмосфера, здесь нет высотных зданий, здесь все такое малоэтажное, пустынное, могут проходить верблюды, могут там вот, это прям пустыня с верблюдами, с небольшими невысокими постройками. Но при этом, например, от нашего отеля можно съездить, это примерно минут 5-7 на машине, до другой стороны получается полуострова, там находится очень клевый Кайт-бич, где как раз много разных различных видов спорта, вообще классная очень такая живая атмосфера, обстановка, музыка, диджей играет там очень здорово. Можно съездить в аквапарк Dreamland, это примерно 40 минут езды, ну и в целом можно съездить, прогуляться в городу Мальку-Вейн, погулять по парку, там есть музей, в общем, тоже интересно провести время. Что касается самого отеля, это первый отель бренда Вида за пределами Дубая, первый пятизвездочный отель бренда Вида и в целом единственный пятизвездочный отель в Эмирате и Мальку-Вейн. Отель сам по себе достаточно небольшой, всего 135 номеров, но есть еще замечательные восемь таких пляжных домиков, пляжных шале, которые отлично подойдут для отдыха семьей с несколькими детьми или, например, компаниями друзей. Один бассейн, зато четыре ресторана. Это так как уже пятизвездочный отель, есть спа-центр, потому что в других видах спа у нас нет, так как это четырехзвездочные отели. Круглосуточный фитнес-центр, есть небольшое пространство для мероприятий, также действует клуб водных видов спорта и есть теннисный корт, который бесплатный для гостей отеля каждые два, точнее, как два часа в день, каждый день бесплатно для гостей нашего отеля. По номерам здесь, скажем так, две категории такие прям, скажем так, стандартные, простые для понимания делюкс и ванн-бэдрум-сьют, то есть тут тоже особо не нужно что-то сложное запоминать, делюкс, это как обычно номер со спальней и ванной комнатой, ванн-бэдрум-сьют номер, соответственно, с большой зоной гостиной. А вот экзекьютив ванн-бэдрум-сьют это номер с отдельной гостиной, отдельной спальней и гигантской террасой. Этот номер произвел на меня огромное впечатление, потому что одно дело, когда в номере есть балкон, обычный стандартный балкон, там стоят столики, стульчики, здорово сидишь, наслаждаешься воздухом, видом на море и так далее. В экзекьютив ванн-бэдрум-сьют терраса действительно гигантская, там можно дискотеку устраивать, там шезлонги, там прям вот это второй номер практически, то есть там очень большая такая история для тех, кто любит именно гулять по собственной террасе в отеле, это очень такая классная история. И также, как я говорила, у нас есть 8 пляжных шале, обратите внимание, они не контрактные, они предоставляются под запрос у туроператоров, поэтому нужно знать, что они существуют, и, соответственно, задавать вопрос туроператорам. Это такие одноэтажные домики, расположенные прямо на пляже с двумя спальнями с кроватями King & Twin со своей зоной гостиной, кухонной зоной, опять же, очень удобно для тех туристов, кто ездит с маленькими детьми, то есть есть пространство, где можно приготовить что-то самостоятельно своему ребенку, есть прекрасная обеденная зона и терраса с такими диванчиками, креслами и собственными шезлонгами, буквально от террасы 10 шагов по пляжу и уже можно купаться в номере, то есть это такой собственный домик на пляже с отельной инфраструктурой. Что касается ресторанов, у нас здесь есть три ресторана и лобби-лаунж, Origins это основной ресторан с международной кухней, SoCal это бар на крыше нашего отеля с такой атмосферой Южной Калифорнии, здесь очень классно, здесь закаты просто потрясающие. У нас в конце моей презентации есть замечательные слайды, которые я очень рекомендую сохранить, и если я не ошибаюсь, коллеги из профи, поправьте, пожалуйста, по-моему, здесь можно скачивать материалы после окончания презентации, презентации будут в конце QR-коды на папке с материалами, фото, видео, подробной информацией про все наши отели абсолютно во всех странах, которые можно использовать, фотографии можно брать в соцсети, публиковать, абсолютно никаких прав мы не запрашиваем, главное, чтобы правильно отель соответствовал фотографии, потому что я хожу по соцсетям и исправляю все ошибки, поэтому можно брать фотографии, главное, внимательно. И вот в папках про виду бич-резортов Мальку Вейн в разделе с ресторанами есть фотографии закатных видов из ресторана SoCal, поэтому если интересно, можно хотя бы просто посмотреть, как выглядит закат из этого ресторана. Destination Bar Баро-бассейны, здесь также можно и пообедать, и поужинать, ну и лобби-лаунж, собственно говоря, лобби-лаунж, как обычно. По концепциям питания полупансион, полный пансион all-inclusive, полупансион и полный пансион расширенные, то есть так же, как и в адрес Фуджера, входит не только вода, но и безалкогольные напитки. All-inclusive, соответственно, уже идет с алкоголем. В этом отеле у нас нету концепции только завтраков, потому что отель располагается также вдали от такой и инфраструктуры, и других отелей, поэтому именно выйти куда-то пешком, пообедать, прогуляться некуда, поэтому мы все-таки рекомендуем для тех, кто мало ест, можно и полупансион, либо те, кто готов на а-ля-карт потом что-то еще покупать отдельно, либо все-таки рассматривать уже полноценно полный пансион или all-inclusive, чтобы не думать о том, где добыть еду и куда сходить на ужин. Есть в Умалькувейне, в принципе, минутах 15 езды от отеля ресторан небольшой, но, если честно, я там была, я его не рекомендую, потому что, выезжая из нашего отеля, он стильный, классный, красивый, правда, я думаю, что даже по фотографиям заметно, что он такой очень красивый, и когда заходишь в этот ресторан, есть такой небольшой элемент разочарования, поэтому все-таки я бы рекомендовала рассматривать более полные концепции питания. На территории отеля есть такой большой просторный детский клуб, на этой фотографии не очень хорошо видно, но вот в дверях в общем-то немножко прослеживается, у нас здесь нет отдельного детского бассейна, но есть зона детских водных развлечений, это всякие такие переливающиеся фонтанчики, ведерки, ну в общем, такая классная водная детская история, чтобы не просто сидеть в детском бассейне, а все-таки можно было призвиться и побегать. Так как это пятизвездочный отель, у нас здесь есть спа-центр и спортзал, они достаточно небольшие, но для нашего количества гостей вполне себе замечательно подходят. по депозиту я не включила информацию, но так же, как и во всех других отелях, про которые я сегодня в пляжных рассказывала, депозит здесь необязательный, размещение животными возможно так же, как и во всех отелях бренда Vida, есть трансфер еженедельный, так же, как и в Пелос Фуджеро, по вторникам от отеля до Дубай-мола, здесь просто ехать намного быстрее, всего 45 минут, и также вот как раз на фотографиях есть две классных возможности, нужно, можно забронировать на ресепшн, можно арендовать на сутки Polaroid, там ограниченное количество слайдов, которые можно напечатать, или взять в аренду виниловый проигрыватель, причем в аренду винилового проигрывателя входит еще и такой небольшой набор закусок в номере, чтобы сделать такую свою маленькую вечеринку прямо в номере. Вот так вот кратко на этом моменте у меня заканчивается моя презентация про наши пляжные отели в Северных Эмиратах, это те самые слайды, про которые я рассказывала, сохраните себе QR-коды, ни в коем случае не скачивайте на телефон, потому что там огромное количество информации, поэтому просто нужно перейти либо по QR-коду и там сохранить ссылку себе куда-то переслать, либо если коллеги разрешат скачивать из системы презентацию, то в QR-код вшита ссылка, по ссылке тоже можно перейти с компьютера. Аналогичный QR-код на всю информацию про бренд вида, со всеми фото-видео тоже про все наши отели, которые на данный момент открыты, и слайд с моей контактной информацией, не у всех, к сожалению, читается QR-код, у кого-то немножко нарушается кодировка, но при этом главное, что там написано мое имя, мои контакты, и то, за какие отели я отвечаю. Можно спрашивать как раз про нюансы отелей, про номера, запрашивать какие-то welcome комплименты, предупреждать про дни рождения ваших туристов, все это можно отправлять нам, мы отправляем это коллегам, и, соответственно, можем все это рассматривать. Так, виду QR-код, да, и, коллеги, если у вас верните виду, да, QR-код на виду, если у вас есть еще пара минуточек, я бы хотела показать еще несколько видео, я, к сожалению, если не вставляю видео сразу в презентацию, то регулярно про них забываю, как раз видео про три наших отеля подряд будет так, следующий слайд, видимо, с моими контактами, да, если с моими контактами, то открываю, контакты могу скопировать в чат, если будет удобно, можно прямо с чата сразу себе сохранить. Так, да, надеюсь, я не ошиблась. Возвращаю виду. Так, на видео у нас, наверное, все-таки времени уже не останется, но по QR-кодам можно пройти и посмотреть все видеоролики, которые у нас есть по каждому отелю, все, что мы нашли, добыли у коллег и сохранили, все есть по QR-кодам, поэтому пользуйтесь, публикуйте в соцсетях, отправляйте туристам, если будут какие-то запросы или если есть что-то специфическое, можно писать мне, я постараюсь со всем помочь и ответить. Вот. Спасибо всем большое. На этом заканчиваю, сворачиваю свою презентацию, надеюсь, было полезно, и будем рады видеть ваших туристов. Всем желаю... Так, презентацию вот должны отправить коллеги, либо, если не будет возможности скачать из системы вебинара, напишите, пожалуйста, на почту, я отправлю всю презентацию абсолютно без проблем. Да, на этой ноте я прощаюсь. Спасибо вам большое и хороших вам продаж и сезона. Всего хорошего, коллеги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова